Сегодня 29 июня, четверг, но в Риме выходной. Сегодня праздник посвящен святым покровителям Рима, Петру и Павлу. Праздник празднуется только в Риме, и в этот день выходной только в Риме. Когда мне приходят заявки на экскурсию, и гости города определяются с маршрутом, для меня было большой радостью, что именно 29 июня у большой компании из 8 человек, две семьи приехали из Израиля, выбор экскурсии пал на маршрут, который начинается с площади Святого Петра. Я прекрасно знала, что в этот день будет инфьората, и если бы выбор гостей города пал на другой маршрут экскурсии, я бы не смогла показать вам, как украсили улицы к празднику. Я, как всегда, приехала пораньше для того, чтобы снять для вас небольшое видео и показать вам атмосферу этого дня. Традиция инфьората в Риме восходит к 1625 году и была предложена Джан Лоренцо Бернини. Вы, конечно же, хорошо его знаете. Это скульптор 17 века. Инфьората проходила и проходит не только в Риме, но и в других местах региона Лацио. Что же такое инфьората? Инфьората – это изготовление ковров на улицах и площадях города. Ковры изготавливают из лепестков цветов и природного материала в смешанной технике. Инфьората проводится по случаю праздников и торжеств. Дорогие друзья, у нас сегодня есть с вами возможность рассмотреть 12 ковров, которые были созданы на тему мира по случаю праздника святых покровителей Петра и Павла. Мастера цветов, художники и волонтеры начали создавать ковры на закате 28 июня и ранним утром 29 июня завершили работу. К сожалению, этим коврам суждено прожить только один день. В 7 часов утра я была уже у собора Святого Петра, и мне повезло пройти рядом с каждым ковром и рассмотреть их поближе. Чуть позже там было все уже огорожено. В этом году все ковры созданы на тему мира. Субтитры созданы на тему мира. Субтитры созданы на тему мира. Если вы в следующем году будете планировать поездку в Рим на конец июня, помните, что 29 июня вам обязательно утром надо прийти в собор Святого Петра. Вы сначала можете пройти в собор, послушать мессу, которую проводит в честь праздника Папа Римский, а потом прогуляться по улице и насладиться великолепными коврами, которые были созданы для вас. И в этот же день, обычно где-то в 22.30, по случаю праздника над Замком Святого Ангела, бывает салют. Так что этот день в Риме у вас может получиться очень насыщенным и запоминающимся. У меня, к сожалению, никогда не получается прийти на салют, так как в этот день в нашей семье празднуется день рождения, и мы всей большой семьей отмечаем его где-нибудь в ресторане или пиццерии. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Сейчас где-то 7 часов 45 минут. Посмотрите, какая огромная очередь, чтобы пройти на праздничную мессу. ДимаTorzok 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 Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, смотрите видео и обязательно приезжайте в Рим. И я вам покажу этот удивительный город. ДимаTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...